Третий час, ксенус точка кипения. Короче, нет смысла их всех убивать. Давайте просто бежим к тачке, прыгаем и уезжаем отсюда. Нет смысла тут перестреливать их всех. Все, тачку угнал. Едем на базу военных сдавать квест. Главное, тачку еще целой довести. Не разбить, ничего. Моя тачка брошенная. Можно в засаду, кстати, угодить. И это будет очень неприятно. Можно угодить, можно не угодить. Я так понял, это... Ну, рандомно, рандомно работает. Паркрай 2, отдыхай. Отдыхай. Я это колесо пробил. Ну, она, кстати, и на спущенных колесах неплохо едет. Ничего страшного. Заиграл вам прекрасная музыка. Это значит, все хорошо. Все идет по плану. Так, вот здесь вот очень крутой спуск. Здесь надо быть осторожным. Даже оттормаживаясь, тачка очень сильно разгоняется. Грузовик полный кокаина. КОНЕЦ не приведи господь оказаться без тачки в таких ебенях тут ведь не ходит левый транспорт грабануть здесь никого не получится тачки ходят только по асфальтированном шоссе это вот сколько времени я еду и это на автомобиле целяйте пешком если выбираться пришлось бы он видите заездили уже военные грузовики потому что мы приближаемся к военной базе притормози не стреляй я свой так все кто напал я ничего вам не сделал только не говорит что они сейчас нами по мне стрелять будут кто напал что за бред я вроде никого не давил позан летит красивая птичка не как она летает хрен пойми хвостом я учу бегать я не враг вам она хоть не стреляют по мне так вот этот начальник я все сделал полковник вот вам кокаин на пробу полный пикап даже если будете нюхать его всей базой хватит лет на 15 хорошо вот твои деньги кстати есть еще работа я не против зашибить пару песо полковник вот отлично теперь мы выяснили что во всем виноват доктор тунароса новый тип кокаина это его разработки и все секреты технологии он держит у себя в голове сейчас он находится на базе дона эстебана в лаборатории необходимо убрать его расклад простой с тебя его труп с меня песо договорились полковник что за вопросы вы же меня знаете я от работы не отказываюсь голову приносить не выпендривай не выпендривай не выпендривай не выпендривай не выпендривай лучше сделай свою работу быстро так убить доктора тунаросу вернуться с деньгами к полковнику почему то проблема со звуком может быть из-за того что военные бегают туда-сюда может быть он что-то не бегут и не пойму так мне кстати надо бы подлечиться наверное тут есть врач здравствуйте доктор здорово гринго ну чего тебя ампутировать я был ранен врагами колумбии док мне необходима медицинская помощь конечно я подладаю тебя боец за 100 песо ладно док получите свои деньги не ходить же мне с пулями в груди ложись на кушетку сейчас будем тебя лечить так все я полностью здоров до свидания надо будет что-то отрезать обращайся так нашел сприт неплохо так теперь нам нужно теперь нам нужно идти выполнять нет прежде чем мы будем выполнять следующее задание мне нужно съездить купить оружие потому что с этим им белом много не навоюешь купить оружие и патроны мне нужно как ну тут хаммер взять я точно не могу это проверено кто на них напал то я не пойму дип который я пригнал уже исчез короче мне сейчас придется кого-то убить на дороге и отобрать тачку потому что мы не побегать же мне пешком здесь самом деле сейчас будем ловить тачку сожалению в этой игре в отличие от года просто вышивнуть чувака из нее нельзя можно только убить его так едет тачка тихо 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 стоять гад все готов обычно они выскакивают начинают отстреливаться но в этот раз получилось все довольно легко вот тебе и поборник справедливости блин фургон вообще не управляемый очень странное у него управление мне не нравится эта машина честно говоря а все им не нравится кататься под джунглем на ней это будет то еще мучение блин я кругами езжу что я уже назад еду опять я не туда повернул блин я не могу на этой тачке ехать на нереально невозможно кататься на другую найти тачку успокойся причем тут еще меня успокаиваешь если бы не в твоем воспитании она бы никогда не поехала в боливию говорю тебе она в огромной опасности почему он не умирает почему он сука не умирает я же ему в голову стрелял так это военный тем более наверное машины я чувствую бронированные они будут не связываться почему не умирает я не пойму почему не умирает блин о пристрелил гады все поехали вот это нормально тачка рулится ну получается их только в боковое стекло что ли можно расстрелять так сейчас мы едем короче вооружейный магазин я куплю нормальный ствол сколько у меня денег кстати а я не могу посмотреть сколько денег находясь в машине а Читал в интернете, что типа можно просто понаблюдать со стороны за перестрелкой, а потом собрать лут. Ну так этот лут стоит там по 20... автомат стоит по 20-30 песо. Какой смысл его собирать, я не понимаю, на этом не заработаешь. Унести много, все равно нельзя. Стой, стой, полиция Колумбии. Нет проблем, братва, смотрите. Так, где у нас тут это, мне нужны торговец оружием. А, надо выбрать, значит, ресурс, посетить торговца оружия, едем к нему. Продолжение следует... Да блин, да где этот торговец оружием-то? Добрый день, сеньор. Ну? Скажите, вы торгуете оружием? Босс торгует. Мы охраняем. Эй, дружище, ты тут работаешь? Я охраняю. Что-то ты немногословен. У тебя трудности с речью? Босс разговаривает. Мы охраняем. Ну, пока я до болту. А? Привет. Я модифицирую оружие, Кринко. Тебе это надо? Послушай, Эмилио, я... Я ж говорю, я улучшаю оружие. Остальное не ко мне. Добрый день. Ха-ха, здорово, Амиго. Я вижу, ты человек серьезный. Значит, ты попал по адресу. Ну и куда же я попал? Ха-ха-ха-ха. Вот это ты юморной чувак. Но уж никак не в институт благородных девиц. Поверь мне. Ты попал в лучший оружейный магазин в западной части этой забытой богом страны. У меня ты можешь купить любые пушки. А Эмилио сможет тебе их починить, если, не дай бог, сломаешь. Слушай сюда, Амиго. Я тут у вас человек новый. Может, просветишь меня, что у вас в городе творится, а? А не, дружище. Тогда тебе не ко мне. Я торгую оружием, а не информацией. Зачем тебе эта головная боль? Купи лучший калаш, и тебя будет наплевать на все расклады. А чем занимается Эмилио? Эмилио? Эмилио чинит и модернизирует любые стволы, которые ты сможешь найти в этой проклятой стране. Он не особо разговорчив. Так что даже не пытайся вызвать его на откровенность, Гринго. Это впустую. Все равно, что метать бисер перед пиранью. Но руки у него просто золотые. Даже швабру может заставить стрелять. Что это за гориллы у тебя тут околачиваются? Тебе не страшно держать их в магазине? Амиго, да ты совсем в людях не разбираешься. Эти милейшие ребята сыновья тетки моей сводной сестры, которая в прошлом году второй раз вышла замуж за хромого Рамона и переехала в Сан-Мигель. А пацанята приехали ко мне на лето и помогают в магазине по мелочам. Есть у них, правда, недостатки. Очень любят поболтать. Ну что делать? У сестры в семье все такие. Мне надо кое-что купить. Без проблем. Так. Имбелл продаем, естественно. Так, патроны 556 тоже продам. Я у него калаш просто куплю и все. Почему калаш? Потому что те группировки, с которыми я додируюсь, наркоторговцы, бандиты, они калашами. Ну, наркоторговцы, в первую очередь. Они вооружены калашами, то есть проблем с патронами у меня не будет, если я у него калаш куплю. Цена 1000 чек песо. Покупаем калашик. Есть калашик. Ну и, наверное, патроны сразу надо к нему. Патроны возьмем... Тут вот есть обычные патроны, есть бронебойные и есть со смещенным центром тяжести. Я вот, честно говоря, не понял, в чем... Почему они стоят все одинаково? Я вот этого не понял. Почему со смещенным центром тяжести стоит как обычный? И бронебойный стоит как обычный. Я вот... Ну, давайте я возьму со смещенным центром. Да и, в принципе, наверное, хватит. Да нет, давайте я, наверное, все куплю. Они стоят дешево. Так, бронебойные давайте тоже куплю. Куплю. Так, давайте я вообще все куплю нахрен и все. Все какие есть, прикуплю. Так, у меня осталось полторы тысячи, но зато теперь я вооружен. Он вооружен. Нормально. Так, легкий броник можно купить. Цена 500 песо. Давайте легкий бронежилет я тоже куплю. Единственное, я не очень понимаю, как его использовать. Он надет на мне вообще? Ну-ка, вот смотрите. Вот эта красная херня, это не броника показа? Ну-ка. Нет, вот смотрите, я выбросил. И ничего не поменялось. Как мне этот бронежилет надеть? Я не понимаю, как он надевается. Я, кстати, опять ранен. Почему у меня 24 здоровья? Куда мое здоровье подевалось? Не понял, где я пострадать-то успел? Я же у доктора только что был. Так, ну значит, опять к доктору едем. Так, сходить к врачу. Опять лечиться надо. Добрый день, уважаемый. Добрый день. Чем могу быть вам полезен? Вы не могли бы просветить меня, что происходит в вашем городе и его окрестностях? Молодой человек, я торгую лекарствами, а не собираю слухи. Я не лезу в боевые действия. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Док, тут такое дело... В общем, постреляли меня немного. Подлатай меня, хорошо? Как я могу отказать раненому в помощи? Лечить – моя обязанность. Кстати, с вас 150 песо. Ладно, док. Получите свои деньги. Всегда рад по... Кстати, вон у меня значок внизу слева, значок броника. Значит, броник на мне надет. Так, ну все. Подлечился. Я снова здоров. Я теперь уже с нормальной пушкой. И что? Теперь едем выполнять следующее задание военных. Убить доктора Тунаросу. Погнали убивать доктора Тунаросу. Блин, кажется, стемнеет. В темноте воевать – это очень нехорошо. А сколько время? Ну-ка, дайте-ка, я выйду, посмотрю. Так, время к клавише H у нас. Ребят, время полвосьмого. Мне тогда надо спать ложиться. Ладно, пока время есть, я на подъезде к докторе Тунаросу заночую. Ребят, игра зависла. Ребят, игра зависла. Продолжаем. Примерно на чем остановились. Игра вылетела, вы видели. Мне пришлось солидный кусок геймплея повторно сыграть. Как видите, у меня теперь другая тачка. Последний раз-то я на военной базе сохранялся. Короче, это, кстати, первое зависание игры, с которым я столкнулся. До этого зависания у меня не было. А, подождите, здесь тупик. Это первое зависание. и сразу такое неприятное, да? Кажется, я не туда поехал. Блин, куда ехать-то? Как ехать-то? Да, блядь, как вы задолбали все тут. Едем убивать доктора Туна Россу. Почаще сохраняемся, потому что игра, как видите, может зависать. Стой! Полиция! Нет проблем, братва. Смотрите. Можно, наконец, через лес поехать, но это, честно говоря, что-то... Короче, поедем по дороге просто, все. Опа! Я сбил официал, и у меня упало, упало отношение. Прикиньте, похоже, что. Я кого-то там сбил, наверное, это официал был. Кстати, вот этот гелик, он пошустрее ездит, чем... желтая тачка, чем пикап. Шустрая довольно машина. Блядь! О, я проскочил, я проскочил, прикиньте. Я успел проскочить. На меня засада была организована. Ушел. Так, ну что, надо, наверное, высаживаться, да? Так, сохраняемся, сейчас вот начнется канитель. Хотя, в принципе, может быть, можно сразу просто заехать, вальнуть его, и... Да нет, тут вышки. Тут вышки. Так, давайте-ка сделаю резервный сейф. Вот гады. Так, попробуем давить их, просто давить. Так, так, ребят, загружаемся. Моя тачка, видите, они расстреляли мою тачку, я отсюда потом просто пешком, это... Мне придется пешком отсюда идти, это тоже вообще не вариант. Короче, придется штурмовать по-нормальному, они тачку расстреливают. Так, попробуем обойти лагерь, как бы, сбоку. Порт А-30, убей всех этих гадов. Центральная, есть убить всех этих гадов. Так, у меня пули со смещенным центром, есть броник. Так, вот в этой лаборатории. В принципе, мне нет смысла всех тут убивать, мне надо только дока завалить. Подмиссия выполнена. Все, уходим, уходим. Уходим. Доктор завален, убивать всех, резона нет. Гранаты полетели. О, нет! Кажется, это конец. Короче, меня опять завалили. Блин, нахрапом тоже не получается. Центральная, вижу в квадрате АВ-10 подозрительных типов оружия. Надо тачку поближе подогнать. Да, блядь, куда камера смотрит? Ё-моё, куда камера смотрит? Центральная, есть убить всех этих гадов. По мне кажется, с вертолета работают. С вертушки, что ли, работают? Так, попробую опять, по-быстренькому, расстрелять их и уехать просто на тачке отсюда. Все, уходим. Прощайся с мамочкой, малыш. Не помню, где так было, но где-то было. Так, все, уходим. Кажется, я ушел. Ну, это последний раз такая лафа. Дальше у нас будет, к сожалению, такая миссия. Я просто этот час переигрываю. У меня опять почему-то глюч в ОБС, не записывает игру периодически. Дальше будет миссия уже на уничтожении конвоя, там полная жопа. Хрен знает, как я буду ее выполнять. Ни разу еще не выполнял эту миссию, то есть меня там очень жестко. как я буду ее кто-то не Продолжение следует... Продолжение следует... Доктор Тунароса мертв. Заставить его умереть было непросто. Прекрасно. Ты нам очень помог. Вот твои деньги. Вам дали две тысячи песо. Я бы еще поработал, полковник. Это можно. Тут разведка засекла партизанский конвой. Уничтожить сможешь? Сделаем. Никто никуда не доедет. А ты, гринго, не зазнавайся. Если бы все было так просто, мы давно бы покончили с гириллией. Так, он мне дал РПГ-8, но она одна, а машин там много. Вот. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю. Кстати, им Белл надо выбросить. Нахрен. Он все равно стоит копейки. А вес имеет. Ну, как я понимаю, тачки можно просто расстрелять. Просто расстрелять их с этого. Кстати, давайте подлезем. Ну, хотя, блин, 80 песо отдавать. Я практически здоров. Не буду. Короче, едем на задание. Вот тачку, наверное, починить все-таки придется. Потому что я на этой тачке собираюсь еще и свалить от них. Так, итак, мне нужно, значит, уничтожение конвоя. Уничтожить партизанский конвой. Вернуться за деньгами к полковнику. Партизаны, кстати, не очень-то далеко. Можно даже попробовать по лесу срезать напрямую. Давайте я попробую по лесу съездить. Резервный сейф сейчас сделаю. Очень грустный сейф, надо сказать, я сделал. Полтора километра сейчас по этим джунглям. Лавируя между деревьями, нам предстоит ехать. Конвой уже близко. Так, 300 метров до конвоя. Давайте я тачку вот здесь оставлю. Ну и понеслась. Еще вертолет, что ли, партизанский? Неужели у партизан тоже вертушки есть? Уничтожение конвоя, я так понимаю, подразумевает уничтожение вообще всех автомобилей, что ли? Или всех людей даже? Я просто не понимаю, что значит уничтожить конвой. Что под этим подразумевается? Так, ну давайте. ЖПГшника шмальну. Я вот вообще не вижу там врага. Так, еще одна тачка взорвалась. Скорее всего, я ее просто расстрелял с автомата. Так, две машины уничтожены. Блин, я не понимаю, я тачку расстреливаю? Почему курсор красный? Там написано партизаны. Самих партизанов я никого не вижу. Блин, это тачка будет взорваться или нет? У меня гранат-то ведь нету. Хотя, подождите, у меня есть граната. Только как ей воспользоваться? А, ее надо перетащить в быстрый слот. Это меня обстреливает, ребят. Так, гранату в быстрый слот перетащил на 9. Там, кстати, взорвался, по-моему, еще один автомобиль. Блин, вертушка по мне бы не отработала. Я тут как на ладони. По мне вертушечка. Ебать его в рот. Ну, я перед этим прям сохранился. Я его даже не видел, а он выскочил. Граната. Блин, как назло стемнело. Я в темноте вообще ничего не вижу. Там машины, походу, взрываются, что ли. Слушайте, такое ощущение, что комбой как будто бы разбит уже. Нет, не разбит. Хотя от машины вроде горят все. Так, вон грузовик. Так, одного пострелил. Так, здоровье 72. Нормально пока. Так, может, гранату туда метнуть? Давайте я попробую гранату метнуть. Тачку. Только я метать их не умею. Отлично. Взорвал еще одну тачку. Хотя, что-то я не понял. Я не вижу эффекта. А, вот она загорелась. Значит, она должна взорваться через какое-то время, как я понимаю. Так, подмиссия выполнена. Все, друзья, сейчас надо драпать отсюда. Надо драпать отсюда. Уничтожение комбоя засчитали. Теперь до тачки добежать живым. Готов, ублюдок. Так, патрошки забираем. Граната. А вот и граната, это вообще полезно. И даже шприц есть у него. Отлично. Пушку подбирать нет смысла, они стоят сущие копейки. В кустах меня уже ждет автомобиль. Элитного класса. Ну, это что-то на гелик похожее, да, у нас? Все, поехали сдавать квест. И надо где-то отсыпаться. Кстати, поспать можно в машине прямо. Что я, кстати, наверное, и сделаю. Слушайте, давайте я спать лягу. Спать 8 часов. Потому что темно. Правда, когда я проснусь, точно еще рассвета не наступит. Ой, еще темнее даже. Будем ждать рассвета. Спать, если он спать не хочет, невозможно. Вот сейчас вот бесполезно мне пытаться еще раз лечь спать. Он пишет, я слишком бодр для этого. Блин, куда я заехал? Так, добрался до военной базы. Блин, я не с той стороны, походу, на нее заехал. Мне сейчас придется круг делать. Блин, тачку не разбить только. Ремонт это тоже денег стоит. Вообще не вижу, куда я еду. Не стреляй, я свой. Конвой партизан догорает на обочине, полковник. Поздравляю. Ты меня радуешь все больше, Майерс. Дали 2700 в песо, уже неплохо. Есть работа, полковник. Работа есть, Майерс. Наши самолеты не могут опылять Кокудон и Эстебана. Вокруг полей слишком много установок ПВО. Как насчет сократить их до минимума, Майерс? С оплатой не обидим. Будет сделано. Передавайте авиации, чтоб готовили самолеты. Посмотрим, посмотрим, Майерс. Выполняй приказ, а не рассуждай. Так, вы получили РПГ. Подавление ПВО. Взорвать вулканы и стрелы. Вернуться за деньгами к полковнику. Так, мне что, надо оружие где-то искать, потому что я с одной РПГ же не вынесу все эти установки. Мне надо где-то гранат, может быть, купить. Скорее всего. А гранаты продают бабушки в городе. Мне придется, видимо, в город ехать. За гранатами. Сколько у меня гранат? Одна штучка. Одна штучка. Купать он не хочет. Темно. Давайте в город тогда. Я куплю гранат. Кстати, мне нравится эта тачка. Я предлагаю ее починить. Потому что... Да и заправить топливом. В принципе, я бы на этой тачке хоть всю игру прошел. Потому что быстрая. Нормально управляется. Что там по деньгам? А, по деньгам мне надо выйти из тачки, чтобы посмотреть. Короче, затариваемся сейчас гранатами. Ремонтируемся. Заправляемся. Идем на задание. Кстати, ребят. А давайте я действительно... Просто соберу трюс трупов. Может, гранаты соберу? Вот кто это? Где свои? Где чужие? Так, это полицейские? Это наркомафия. Так, я тогда наркомафию тоже буду отстреливать. Помогу официалам. Ну вот. Так, грибы собираю. Ягоды. Кстати, наркомафия. Это натовским оружием. Вот, пожалуйста, гранаты. Тогда, может, их и покупать не придется. Броник есть даже. Порт А-30. Убей всех этих гадов. Центральная. Убить всех этих гадов. Шприцы. Тихо-тихо. Спокойно. Я свой. Нормально полутал я. И покупать теперь ничего не надо. Да. Так, сколько у меня в сумме гранат? Четыре штуки. Я не знаю, хватит ли этого для уничтожения ПВО. По-çем бензин? за 50 песо залью тебе бак до краев у меня все равно счетчик сломался залей мне полный бак уважаемый конечно без проблем автомеханик привет что надо гринга машину мне бы починить это мы можем за 350 песо блин дорого блин 350 песо что-то дороговато ну ладно чипа за окей я согласен так посмотрим что там с твоей колымагой винты все дорогой 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 ремонт кстати до свидания так ну ладно я попробую с этими гранатами на задание поехать взорвать вулканы и стрелы только блин мне надо все равно дождаться расцвета так привлечь на два часа а уже светло я по так поедем кратчайшим путем через джунгли да да нет через ну да не через джунгли не поеду там тачка бьется едем по дороге так вот еще одна перестрелка сейчас опять будем трупы собираю обыскивать да так грибы собираю дожди это старые трупы что еще лежат передачу так вот еще одна граната приз приз тачка скатилась сама по себе скатилась тачка видите я ее ставил то на горе и теперь она блин 20 процентов здоровья потеряла обидно я ее за ее ремонт 355 отдал я не пойму почему на карте нет метки а вон она и и и так давайте вот за этим пригорком я ставлю тачку дальше идем пешком опять вертушки летают ты что же сошьми с ними делать то мне же нету бузырка центральная вижу в квадрате а в 10 подозрительных типов с оружием это применя часто мне вертушка на счет работать опять вот вертолет самый неприятный у меня нету против них средства никакого так вот первая установка по его пробуем гранатку туда кинуть я правда не понял ее вертолет подбил что ли ее вертушка подбила походу потому что я по ней не она загорелась даже до того как я гранату кинул ой 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 я ничего не вижу но они походу меня видят куда-то стреляют хотя они попадают пока что это плантация коки что ли я походу на плантации коки сейчас нахожусь так гранату пробуем туда кинуть вот хрен знает я ее попал почему она не загорается как я должен как я должен ее уничтожать так троих там снял вертушка валяется взорванная она чего она упала за дело за дерево что ли я слышал что такое может быть блин как мне взрывать вот эту штуку а подождите у меня же есть гранатомет один так один гранатомет у меня есть достаем его так и там еще одна еще какая-то установка стоит так у меня 70 процентов здоровья там блять где-то спинам не стреляет вертушка самоликвидировалась прикольно так попробуем гранатами да вот эту штуку закидать да блин эта штука не взрывается я не знаю гранаты не берут ее что такое почему он не умирает я в него столько выпустил так давайте уколемся что ли 31 шприц 5 давайте самый мощный и толку вообще никакого уже вены как у последнего торчка черта меня не действует успехи прикиньте мне надо это от наркозависимости лечиться думаю там там змея я так чувствую мне придется всех этих чуваков перестерять в принципе я по-моему уже всех перестрелял практически так как мне уничтожить вот эту штуку гранаты их не берут о господи как мне вынести блин о господи как она отскакивает от нее ой блять бесполезно гранаты просто отскакивают так может быть бронебойные попробовать зарядить в калаш а у меня так бронебойными попробуем пострелять вот сюда о слушайте можно из автомата просто оказывается если она рванет и наверное миссия будет защита а вон еще одна установка господи как много установок кстати что там по износу калаша у меня износ 0 процентов как ни странно очень надежный калашик блин опять я слышу вертолет так труп я обыщу пожалуй так ну чё просто расстреливаем до из автомата штуку блин бронебойные чё-то жалко давайте обычными наверное патронами так ну все я все выполнил и все кстати перебил даже всю пехоту перебил нормуль я кстати ошибся я думал что наркомафия будет калашами бегать потому калаши купил но они все бегают с натоскими пушками так что мне придется видимо патроны покупать кстати половину патронов я уже извел который купил и ну да мне придется за патронами капать так денег у меня 5 300 неплохо пусть я кстати уже достаточно денег заработал для того чтобы это по сюжету попробовать продвинуться там же чувак требует меня деньги информацию я накопил денег на информацию в да и 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 Да, дальше сейчас будем по сюжету продвигаться. С побочками пока закончим. Это, по-моему, уже четвертая побочка, которую я выполнил. Ну, деньги появились, в принципе, у меня. Заработал. И я, кстати, не сказал бы, что побочные задания неинтересные. Вполне себе интересные. Претензий не имею пока никаких. Так, давайте подлечимся еще сперва. Здравствуй. Здорово, бойцы. Я был ранен врага. Конечно, я подл... Всего за 50 песо. Ладно. Дешево, да? Согласитесь. За 50 песо меня привели в полный порядок. Продолжим в следующем части. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...